Здравствуйте, уважаемые блогеры! Ну вот я в городе Краснокамске, города Перми, в центре города. Ну, кстати, вот видите, это самый центр, видите? Ну, практически город разрушается, видите? Смотрите, какие обзлезли здания и так далее. Вот центр. Ну, это вот тут же основная была бумажная промышленность сосредоточена и так далее. С началом реформ всё это развалено. И вот смотришь, центр города практически весь не обустроен. А прелесть таких маленьких городков состоит в том, что все знают друг друга. Я вот себя чувствую, я растужил на границе, тоже в маленьких пунктах, тебя все знают и за полгода, два месяца тебя уже все узнают и так далее. Вот город Краснокамск. Ну, практически он разрушается. Так же со всеми городами края. Тут немножко отремонтировали, вот видите? Обшарпанные дома и так далее. Потому что, если областной центр ещё как-то ремонтируют, то районные города, края, практически никто ими не занимается. И они все разрушены. Там безработица выше, уровень жизни ниже. А это и есть Россия. Она живёт в таких городах. Не в городах миллионниках, не в Москве, а именно вот здесь. Я езжу по краю, по стране, как юрист, работы много. И я вижу, что происходит. И фактически я вижу, что вымирает страна. Что там говорили? При коммунистах, при Сталине. Страна отстрела. Это город был построен при Сталине. То есть фактически. И людям просто мозги запундрили. Они не понимают, что тогда было развитие экономики. Всё развивалось, всё строилось. Город практически за 30 лет строили весь. На голом поле. Всё было сделано при Сталине. Сегодня город умирает. Фактически центр. Вы не подскажете, а где техникум здесь? Дальше, да? Да. Понял. Центр практически весь необухожен. А что на периферии творится? В районах Краснокамска. Ну и других городов. Там практически катастрофа. И вот я вспоминаю. Я расслужил срочно на границе. Был молодым. Ну дело молодое. И, конечно, девчонки нравились. И всё. И вот мы как-то ездили на афганскую границу. Там бросали радиостанции, когда 40-я армия шла. И наши оставляли тоже по гранистике. И мы, ксюнисты, мы в приграничной там собирали ценные металлы. С них сдавали и так далее. И вот я хочу сказать, что мы там афганки были. Ну, кстати, кто-то здесь по-русски говорил. И вот ваш покорный слуга, мы с ними что-то там имели по молодости. Я вот одну спрашиваю. У меня там с ней такой романчик был. Хорошая девчонка была. Я вот, кстати, судьбу её не знаю. Там коллеги пришли. И я в Москве учился. А потом уже посмотрел. Нельзя. Это нельзя. Потому что я в КГБ служил. Ну, тоже там нельзя было афишировать. Мы не должны были общаться. Потому что... Ну, они через кашь переходили к нам. Мы встречались с ними. И мы... И, кстати, надо отдать милу ребятам. Боже, никто ничего не сдавал. Не особо. И рот не сдал. Он знал, что я, так сказать. А наши ребят ходили всё больше ля-ля-ля. Ну, кстати, знали, что я и вот ещё мой напарник. Мы не только ля-ля-ля. А ведь мусульманки, они же достаточно жёстко у них к этому делу. К романам. Отношения. И вот надо было какой-то харизмой мужской. Чтобы... Ну, в молодости. Чтобы соблазнить. Увлечь. И я спрашиваю одну. Ну, за этим делом молодым. Ну, кто лучше? Мы или... Мы, русские или ваши ребята. Реганцы. Ну, она говорит, что вы жарче. Ну, она говорит по-русски. Жарче. Так что вот мы... Мы... Мы русские. Мы русские. И в этом плане я за то, что была армия, полиция, страна, экономика. А эти жулики ничего не дают. Ничего. Всё разворовали. Ничего хорошего нет. Спасибо. Ваш Бессонов. Алексей Борисович. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.